С первых дней мы сразу включились в ликвидацию последствий паводка спасения людей. И первый, кто позвонил и спросил, что нужно и чем помочь, это, конечно, был министр транспорта Российской Федерации Максим Юрьевич Соколов, который лично в ежедневном режиме мы с ним до трех-четырех раз разговаривали по ситуации, который нам оказал конкретную помощь. Сегодня знак особого уважения, что личный министр транспорта России прибыл сюда, к вам, в небольшое село Ильгень, принять участие в церемонии открытия этого моста. Вот с глубоким уважением относятся к вам, земляки, я его знаю давно и достаточно близко, горно молотая ко всем людям, которые живут на этой благодатной земле. Не просто принимались такие решения, я вам сейчас признаюсь, друзья, что когда мы разговаривали с Максим Юрьевичем, я говорю, там живут люди всего-навсего, где-то 270 человек, и мосты это очень дорогие, затратные вещи. Максим Юрьевич лично сказал, что неважно, сколько там живет, давайте будем строить капитальные настоящие мосты сюда, к этому селу. И вот такое решение министра было принято. Присвоит почетное звание заслуженный работник транспорта Республики Алтай, Алтай-Республиканал Нерилю Кюлю Кищези, Соколову Максиму Юрьевичу, министру транспорта Российской Федерации. Сейчас по вашим лицам, улыбкам на них, светящимся глазам, сразу видно, что у всех праничное настроение. Но совсем не такое настроение было немногим более года назад, когда действительно большая беда, большая вода пришла в Республику, и не только сюда, на весь Алтай, и в Хакасию, и в Тыву. Все столкнулись с таким стихийным бедствием, как наводнение, которое смыло в Республике больше 200 мостов. И сегодня два одних из самых непростых, знаковых, капитальных, как сказал Александр Васильевич, объектов мы вводим в эксплуатацию. Я от всей души хочу поздравить вас с этим событием, с тем, что вы сможете теперь комфортно пользоваться этими объектами транспортной инфраструктуры. Там, где дорога, там жизнь. И пускай жизнь ваша будет прекрасней. Добрый путь! Субтитры создавал DimaTorzok